Программа по привлечению и поддержке бизнесменов стартовала только год назад, но уже видна положительная тенденция. В Севастополе идет постоянный рост предпринимателей. Только за последний год их количество выросло на 6% и составило почти 25 тысяч. Благодаря этому в городе появились 40 тысяч новых рабочих мест. Департамент экономического развития уже сформировал стратегию до 2022 года. На реализацию замыслов выделены порядка 250 миллионов рублей. В департаменте обозначили основные приоритетные направления. «Повышение уровня информированности о существующих возможностях в сфере ведения бизнеса, обеспечение доступа субъектов МСП к кредитным и иным финансовым учреждениям, развитие молодежного предпринимательства, оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства». Андрей Санасян рассказал и о планах развития программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Севастополе. «По состоянию на 1 августа 2018 года в рамках реализации целевой модели поддержка малого и среднего предпринимательства достигнуто значения 69%. Значение показателей по указанной целевой модели за аналогичный период прошлого года составляло 48%. Таким образом, мы видим положительную динамику достижения целевых показателей в 2018 году. Не планируем останавливаться и до конца текущего года планируем серьезно повысить этот показатель. Почти за год выросли и показатели в развитии промышленного производства. Основные из них – судостроительная, радиоэлектроника и приборостроение, авиа- и машиностроение, а также добывающая и легкая промышленность. Основные показатели – увеличение количества рабочих мест и производства, а также рост экспорта товаров. В добывающей промышленности – 224% к соответствующему периоду 2017 года. Производство пищевых продуктов – 125,8%, производство электрического оборудования – 108,2%, производство готовых металлических изделий – 156,8%, ремонт и монтаж машин и оборудования – 266,5%. С целью повышения инвестиционной привлекательности региона сроком на 25 лет создана свободная экономическая зона. С момента создания статус СЭС получили почти 450 организаций. В основном это малый и средний бизнес. При этом общий объем вложений участников СЭС составил более 4 миллиардов рублей. Еще одна важнейшая экономическая стратегия – реализация приоритетных масштабных проектов. Основные из них – развитие Балаклавской бухты, создание проекта «Умный город», «Федюхины высоты», «Большая севастопольская тропа», «Винная дорога», а также создание индустриального и IT-парка. Катарина Вербицкая, Андрей Тымчук, Анатолий Кукса и Илья Якушев. Информационный канал Севастополя.